Здравствуйте, дорогие друзья! Поговорим о Амалеке, который в нашей недельной главе вероломно напал на тыл еврейского лагеря, уничтожая слабых. Амалек был первый враг, который не ставил своей целью ни взять евреев в плен, ни сделать их рабами, ни завладеть их землей. У них вообще не было территориальных никаких пересечений. Война Амалека с Израилем это вечный символ антисемитизма, это вечный символ борьбы просто против Бога, против его народа, против евреев. Просто так. И казалось бы, что столкновение с таким вот феноменом ненависти, например, Итроп заставил задуматься, нужно ли становиться евреем. И уж, конечно, это не причина для перехода. Один нью-йоркский раввин рассказывал, что однажды я разговаривал, и мне женщина на этом месте сказала, вы знаете, я знаю ответ на вопрос. Когда-то зашел к нам на Хануку пожилой человек, он с Украины приехал, эмигрировал в Америку, и попросил ханукальных свечей. Я ему говорю, зачем тебе? Он говорит, ты знаешь, я маленьким мальчишкой сидел на дереве и видел, как расстреливали евреев в Бабамьеру. И я видел, как это происходило, я видел, как они себя вели в этот страшный момент. Это произвело на меня неизгладимое впечатление. Я видел, что немцы, эти полицейские, которые расстрелили, это чистое зло. Я подумал, какие же силы зла и тьмы стремятся уничтожить этих людей, значит, у них столько добра и света. И с тех пор я мечтал быть евреем. Впрочем, знаете, кроме того, что есть губящая одну душу, словно уничтожает мир, то есть и другое, спасшая одну душу, спасает весь мир. Поэтому мы с вами тут в привилегированном положении. Я сейчас расскажу сначала историю. Написано, если того, кто убивает человека, то становится это тяжелее всех игроков, то спасая какого-то или целую семью, уже это вообще его вырастают заслуги. Есть такой рассказ. Заплаканная женщина как-то пришла к Гаону Иудии из Грайкинга и говорит, что мой муж умирает и просит срочно, ему надо что-то важное сказать Раву. Рав пришел, взял нескольких помощников, зашел, открыл дверь и резко вдруг вышел назад. Потом он собрал силы, открыл, зашел. Начал разговаривать с больным. Больной сказал, что я умираю и я хочу просто, чтобы вы прочитали за меня молитву. Рав сказал, я сделаю так, как ты просишь, но ты говоришь, что ты простой человек. Может, у тебя есть какое-то там заслуга? Он говорит, Рав что смеется, я даже молиться особо не умею. Нарушал там много. Рав говорит, нет, что-то, наверное, есть какое-то. Больной говорит, да. Один раз я работал кожевником, снимал шкуры животных. Я увидел, пораньше шел в лавку и увидел, что телега несется полная детей, женщин, там и мужчины были, возвращавшихся со свадьбы из небольшого города. Извозчик напился и плохо держал боржи, и лошади помчали, и вес людей уже ускорил бег. И явно она неслась в пропасть, и все понятно было. Я бросился навстречу, схватил за усыпь. Конечно, все думали, что я погиб, но тем не менее мне удалось. Телега перевернулась, спаслись все, и я спас этих людей. Это, наверное, единственное дело, которое я помню. Рав выслушал больного и говорит, что, слушай, приди ко мне во сне, давай договоримся, когда твоя участь в верхнем мире будет решена. И они произнесли исповедь, и больной умер. Когда они вернулись, спросили Рава, почему ты так испугался, когда открыл дверь? Он говорит, знаете, я думал, что простой человек открыл, и там у его изголовья горит минор, а это явно праведный человек. Спустя некоторое время человек этот явился к нему во сне и говорит, когда я поднялся на небо, жалкую горстку моих каких-то заслуг положили на одну чашу весов, а на других множество грехов. И вдруг въехала телега полная людей, и поднялась на чашу заслуг вместе с конями, и даже с грязью, которая прилипла к колесам. И они склонили меня к оправданию, и мне было постановлено пребывать в раю, вот только сейчас я должен к тебе прийти, как договорились, рассказать, отпусти меня, я пойду на свое место. Представляете, а что будет, если спасти целый город? То это человеку гарантирован, что будет оправдано в высшем суде, тем более страну. Надо всегда об этом думать, когда призывают к воинам, или еще к чему-то. Мы сейчас, кстати, говорим о себе еще по одной причине. Написано в Гморе, в трактате Хулин, что мир существует благодаря тому, кто сдерживается во время ссоры. То есть, когда мы с вами во время ссоры говорим какие-то злые слова, и не разжигаем огонь этой ссоры, оказывается, мы спасаем весь мир. Может, кому-то это кажется не так, но Бог лучше знает, как он устроил свой мир. Брахава Ацлаха, человек, ищущий мира, человек, помогающий миру, это святой человек, Брахава Ацлаха.